Это День города в студии Кристины Бочкарёва. Здравствуйте! Главные темы дня. Ударными темпами на правительстве рассказали о благоустройстве областного центра. Мастерство – слово. В музыкальном театре прошел мастер-класс по сценической речи. Продолжается уборочная кампания. На прошлой неделе прошли знаковый рубеж. Собрали первый миллион тонн зерна. Когда-то это было знаковым событием, теперь уже рядовое. Очень высоко подняли планку нашей аграрии. Темпы отличные. С этого начал заседание правительства губернатор Рязанской области. Да и уборочной кампании уделил особое внимание. Темпы уборочной кампании глава региона Павел Малков охарактеризовал как отличные. Лидеры уборки – Сараевский, Александроневский и Милославский районы. С одного гектара собирают по 40 центнеров. Техника вся в работе. Более 1100 комбайнов сегодня выходит. Резерв имеется. По мере созревания культур выводятся дополнительные машины в поле. И да, сегодня мы превышаем темп прошлогодней уборки почти в 4 раза. Соответственно, снижать его не собираемся. Поздние яровые культуры уже подходят. То есть к уборке их приступаем. Дальше маслячные культуры, рапс. А зимы убран. К яровому приступаем. Поэтому на сегодняшний момент, кроме возможных погодных катаклизмов, мы проблем не видим. От области к городу. Важная тема на правительстве – благоустройство. Горожане в соцсетях пишут про подземный переход у Барса. Дескать, столько лет его не ремонтируют, а пора бы. Павел Малков сказал, что проект уже есть. В этом году будем объявлять аукцион на ремонт. Внесем изменения в бюджет в сентябре месяце. Мы сохраняем там 12 панно с видами резания. Полностью меняем электроснабжение, ремонтируем гидроизоляцию, ремонт, устанавливаем видеонаблюдение и создаем условия для маломобильных групп граждан. Потому что там не просто косметический ремонт, а комплексный ремонт всего перехода около Барса. Контракт двухлетний. Разместят его в этом году, а все работы закончат 1 мая 2025. Сейчас, однако, проект проходит госэкспертизу. У меня просьба сразу, пожалуйста, разместить там и видеокамеры безопасного города. Подключить надо это к единой системе. Минцифрой тоже это на контроль. Потому что новые объекты мы создаем, а потом там тут же появляются вандалы, которым это почему-то не нравится. Вот такие вещи надо пресекать. Уже примеры у нас есть и уже находили. Вот и будем дальше также находить. Спасибо. Хорошо, Павел Викторович, это предусмотрено уже в проекте. Ну вот важно, чтобы не просто в проекте, а чтобы было включено в единую систему. Еще один важный объект, хотя слово «объект» здесь неподходящее, это огромная территория. Центральный парк культуры и отдыха. Павел Малков назвал его ключевым объектом благоустройства и пешеходного маршрута. Концепция разработана, утверждена на стройчасти. Концепцию мы делаем вместе с глав архитектуры. Предусмотрены разные зоны. Детская зона, пешеходная зона, тихая зона. Обязательно велодорожки. Они будут разделены с пешеходными дорожками. Восстановление фонтана со входа, где у нас монумент Лоси. А вот и фрагменты будущей концепции. Здесь благоустроят набережные, реконструируют танцплощадки. Деревьев меньше не станет. Наоборот, количество зелени увеличится. И чего еще станет больше, так это туалетов. Парковку расширят со стороны улицы Братиславской и Галенщинского шоссе. Концепцией предусмотрена реконструкция стадиона ЦСКА. Его планируют преобразовать в многофункциональную крытую арену, где могут проводиться не только спортивные, но и культурные события. Работы по благоустройству планируют начать в 2025 году. Очень важный объект, причем планируется его делать за счет небюджетных источников. Есть меценаты, спонсоры, которые, я рассчитываю, в этом помогут. Это будет очень здорово. Конечно, надо парку вторую жизнь давать. Причем важно еще, чтобы до него дошел пешеходный маршрут. То есть нам предстоит с вами продолжить Лыбецкий бульвар. В этом году уже хороший красивый участок сделали. Но в итоге у нас должна быть возможность дойти напрямую от Кремля до Центрального парка культуры и отдыха. Причем вся эта дорога должна быть такой красивой, благоустроенной. Закончилось заседание правительства традиционной подборкой жалоб из соцсетей. В лидерах тема ЖКХ. Жалобы здесь в основном точечные. Нет горячей холодной воды и затапливает дворы. Реагирует на все оперативно. Тема номер два – благоустройство, а третья – дороги. Речь здесь шла о забитых ливневках после дождя. По всем жалобам команда была простая – отработать и доложить результаты. Рязанскому отделению Банка России в этом году исполнилось 160 лет. Он был учрежден по указу Александра Второго и стал одним из первых отделений, открытых в относительно небольшом городе. В Ярославле, Владимире, Самаре, Астрахани и Рязани отделение Государственного банка постепенно открывать начали сразу в нескольких городах. Указом от 20 декабря 1863 года Александр Второй начал важнейший этап формирования филиальной системы Государственного банка. Рязанская губерния уже тогда была промышленно развитым местом, расположенным на пересечении транспортных артерий, что способствовало росту торговых оборотов. На базе регионального отделения расположен музей, где по крупицам собраны и воссозданы фрагменты истории Банка России. Где взять деньги на то, чтобы что-то произвести или что-то закупить дополнительно? Да, существуют ростовщики, но там высокий процент. Некоторые купцы друг другу давали деньги взаймы, но это тоже не широкие массы. И тогда производители, так называемым современным языком, если говорить, они начали отправляться в Москву в Государственный банк, который к тому времени уже существовал за деньгами. Поэтому потребность, то есть создание банка государственного в Рязанской губернии, это отвечало потребностям растущей экономики. С момента создания июня 1864 года региональное отделение Банка России сменило три здания. Первое было расположено на Ильинской площади, в доме которой уже занимали казенная палата, губернское казначейство и органы губернского правления. Там для его первых семи сотрудников в правом крыле здания были выделены два кабинета. Вторым зданием стал особняк на улице Ленина. Красивейшее здание на особняк на улице Ленина – это здание, в котором дольше всего располагалось отделение Государственного банка. Оно принадлежало купцу, и там отделение Государственного банка занимало сначала первый этаж, а на втором этаже находилась квартира управляющего. Более ста лет там находился Госбанк. Примечательно, что изначально женщин не допускали к работе в банке. Считалось, что они слишком много болтают и отвлекаются. Во времена Второй мировой войны женский пол все-таки был допущен до банковских дел. Поскольку мужчины тогда уходили на фронт, работать было некому. Управляющий банком пристально следил, чтобы сотрудницы прилежно исполняли свои обязанности, без лишних слов не на тему работы. В 1996 году региональное отделение Госбанка переехало уже в третье здание, в котором оно располагается и по сей день. Банк связан с деньгами всегда. Поэтому у нас есть в музее экспонаты, которые связаны с рязанскими деньгами, с первыми рязанскими деньгами. Экспонатов у нас достаточно много. Есть экспонаты уникальные. У нас, например, есть первые деньги рязанские так называемые мордки. Мордки – это по сути татарские деньги с надчеканом рязанского князя. Делались они в виде головы барана или куницы. Эти символы считали признаком власти рязанского княжества. В музее Банка России также представлены памятные и юбилейные монеты и банкноты разных лет, вплоть до современности. Печатные машины и оборудование разного времени, униформы сотрудников прошлых столетий, а также воссозданные уголки управляющего банком XIX и XX века. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Партнер программы «День города» – выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» возле торгового центра премьер до 10 августа включительно. В Рязанском музыкальном театре прошел мастер-класс по сценической речи. Секретами профессионального мастерства с артистами поделился режиссер Государственного академического театра имени Моссовета и доцент кафедры сценической речи Сергей Терехов. Это уже третий день мастер-классов от столичного режиссера и педагога. Причем помимо групповых занятий с каждым Сергей Терехов прорабатывает недочеты и в индивидуальном порядке. Речь в музыке, она тоже очень важна. Очень часто бывает ошибочно думать, что вокал – это такая вещь. Я вот спел интонацию композитора и, в общем-то, все, что вы от меня хотите. Вот у меня выписаны нотки, я их спел нормально. И недаром у нас наш великий русский певец Федор Шаляпин открыл такое понятие, как действенная интонация. Он говорил, что любую интонацию можно пропеть так или по-другому, в зависимости от задачи именно действия. Донести до зрителя идеи, мысли и чувства драматургического произведения артисту театра помогает сценическая речь. Это важнейшее средство оттачивают годами, и даже маститые артисты театра упражняются в этом мастерстве ежедневно. Ведь владение сценической речью помогает актеру раскрыть внутренний мир, социальные и психологические черты персонажа. В арсенале певца всегда масса распевок. Мы знаем, как свой голос быстро распеть, привести себя в чувства. Те упражнения, которые он показывал, мы так или иначе, может быть, выполняли тоже на сцен речи в своих вузах. Но поскольку вокалисты больше занимаются пением, актерское мастерство занимало чуть меньше. У нас доля этих занятий была меньше, чем в актерских вузах. Поэтому пополнить свой арсенал именно такими речевыми упражнениями, что-то вспомнить, что-то новое узнать всегда полезно. Гибкость, высота, звучность, объем голоса, а также правильное дыхание, четкость и ясность произношения – все это компоненты сценической речи. Сегодня на мастер-классе отрабатывают каждый из навыков, обращая внимание на тонкости конкретного упражнения. Несмотря на то, что мы профессиональные уже и опытные артисты, мы все равно имеем какие-то проблемы, у нас все-таки есть. Только мы над ними работаем, и перед каждым спектаклем мы разогреваемся, делаем какие-то упражнения, да, и, возможно, зрителю обычного этого не увидеть, а педагогу такому опытному со стороны, конечно, видней. И он даже самые маленькие какие-то мелочи он подмечал, замечал и корректировал. Это очень важно и ценно именно то, что он использовал индивидуальный подход к каждому. Такая вот образовательная сессия стала возможной благодаря проекту специалистов для театров от Союза театральных деятелей России. Творческая инициатива позволяет пригласить ведущих специалистов для проведения мастер-классов по разным театральным направлениям. Рязанский музыкальный театр принимает участие в проекте первый раз, но точно не последний. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В православном календаре каждый день памятная дата или праздник. Так, 8 августа вспоминают священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа Некомедийских. В народе этот день связан с множеством примет и поверий. День памяти священномучеников в народе называют Ермолаевым или Марьяным. У предков он был связан со множеством традиций, как религиозных, так и бытовых. Например, верующим в этот день рекомендовалось сходить в храм на службу, а также помолиться дома и прочесть житие святых. Женщины 8 августа собирали лекарственные травы. Считалось, что августовские росы и туманы наполняли растения целебными свойствами, а мужчинам следовало закончить мелкие дела по дому, чтобы год был удачным. Помимо рекомендаций на этот день был и свод запретов. Например, нельзя убивать птицу и, соответственно, есть ее, чтобы не навлечь на себя гнев мучеников. Любопытно, что не только у людей были ограничения на этот день. Кошкам вот нельзя было ложиться в кроватку к ребенку, иначе у малыша будет беспокойный сон. Синоптиков раньше не было, поэтому погоду на осень и зиму предсказывали тоже по приметам. Считалось, если закат будет багровый, то ждать дождливую осень, а если еще и липа начнет желтеть, то вдобавок она будет ранняя. А чтобы определить, какая впереди зима, нужно было обратить внимание на утро Ермолаева дня. Если оно прохладное, зима придет ранняя и холодная. По изменениям природы, предки определяли погоду не только на перспективу, но и на ближайшее время. Так, если стрижи и ласточки летают над водой или же у берега водоемов много лягушек, то ждать дождя. И хоть сейчас для определения погоды есть специалисты, а приметы многие люди отрицают, все равно можно обратить внимание на детали этого дня и понаблюдать, сбудутся по вере предков или нет. Анастасия Арнт, телекомпания Город. На этом у меня все еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова